Да! Да-а-а-а-а! О, боже! Да-а-а-а-а! Хамонд! Может, три раунда? Уверен, создатели Sony PlayStation сейчас обделались от страха! Я бы не удивился. Знаю, это игра будущего. Бездарно убили время. Ладно, подожди. Нет, мы разбили пяти Крузер, Приус и кучу джевизов. Это правда, но... Джеймс... Джеймс... Неважно, давайте переходить к головоловке со звездой. Да, и так. Итак, на этой неделе... Сегодня у нас не просто одна звезда, у нас их несколько. Это одна из самых знаменитых групп, рожденных в Голландии. И сейчас они здесь, в шестом по величине порту мира, где исполняет свой самый главный хит, вернее, свой единственный хит... Дамы и господа, Голден Иринг. А вот и они. Знаете что, наверное, нам надо сделать соответствующее освещение. Можно притяжить свет? Вот так. Более, более рок-н-ролльная атмосфера. А как называется их хит? Ну, это Голландия. Родина камеры контроля скорости. Это очевидно. Любовь на радаре. Так, дамы и господа. Один из кобелей упал в воду. И Голден Ирингс убиты электрическим током. То есть они не придут? Понимаешь, Джеймс, они подверглись воздействию смертельного электроразряда. И теперь лежат на земле и дымятся. Так что нет. Они не придут. Хорошо, хорошо. Это очень неприятно. Прошу прощения у всех. Хотя, наверное, не столько неприятно, как если бы сейчас кто-то посмотрел снаружи на нас. Ну, подумай сам. А, я понял. Мы стоим перед окном в голландском порту, нас освещают красные лампы. Да. И что-то очереди из клиентов не видать. Нет. Я знаю, знаю, есть идея. Я знаю, как заполнить время, которое должны были заполнить покойные Голден Ирингс. Итак, можно снова включить белый свет? Пожалуйста. Хорошо. Дело в том, что в Голландии есть магазины с различными аксессуарами для автомобилей. О, да. Они открыты всю ночь. Там толпы народа. Мы побывали там вчера и купили вещи, которые могут пригодиться в дороге. Сейчас мы покажем вам пару наших покупок. Например, это. Изумительное защитное приспособление. Очень необходимая вещь, поскольку во время аварий люди часто прикусывают язык. А то и совсем откусывают. Но с этим защитным приспособлением он не сможет прикусить свой язык. Смотрите. Совершенно безопасно. Невероятно. У них даже есть дорожные конусы, которые помещаются в бардачок. Вот такие. Да. Ничего смешного. Это все нужно для безопасности. Они компактные. Без труда помещаются в багажник. Да. Наверняка вы знаете, что в Америке существуют полосы движения, только для машин с несколькими пассажирами. Ездить по ним можно только тем машинам, где два или более пассажиров. Мы давно опасаемся, что такие полосы могут появиться в Европе, где голландцы, оказывается, уже все предусмотрели. Ведь в этих магазинчиках для автолюбителей можно купить надувных людей. Очень умно. Очень. Проблема в том, что чтобы надуть, придется попотеть. Очень нелегкая работа. Это не важно. А сейчас я объясню почему. Если вы подъезжаете к одной из этих полос, притормаживаете у обочины, выходите из машины, и с помощью двигателя надуваете вашего надувного пассажира, сейчас я вам это продемонстрирую, и вы увидите, насколько это просто. Мы готовы? Сейчас подкачаю немного, и поехали.